Здравствуйте! Есть такое интеллигентное занятие посещать разные художественные выставки. И вот значительный пласт художественной культуры, он так или иначе связан с религией. Всякие выставки икон, разные живописи на религиозную тему. И вот там обязательно найдется какой-нибудь такой собеседник, искусствовед, знаете, вот болтун болтуна вот сразу, так сказать, находит. И вот он говорит, какое замечательное вот это искусство, как вот грамотно сделано, как вот грамотно проведен такой, скажем, пиар религиозной идеи. А все для чего? А все для того? Ну и дальше подводит такой вот к антирелигиозной тематике. Что вот они мракобесы, сколько народу погубили, пожили на кострах, и так далее, и так далее, и так далее. А я вам что хочу сказать. Понимаете, чем дело? Вот, конечно, да, вот были мракобесы, которые под флагом религиозных доктрин, религиозных учений выступали, очень нехорошие дела творили. Войны религиозные, гонения на инакомыслящих, совершенно глупые какие-то, да, вмешивались непонятно во что, в науку вмешивались, говорили, какая земля должна быть плоская или круглая, где солнце, где земля. В общем, ерунда всякая. Вот. Но, между прочим, по количеству жертв материальных разрушений, конечно, вот материалисты ни в какое сравнение с этими религиозными мракобесами не идут. Вот у нас было два замечательных материалистических учения. Одно было, так сказать, марксистское учение. О том, что, как общество развивается, что борьба классов идет. И вот классы должны друг с другом бороться. И надо бывало кого-нибудь ликвидировать как класс, ликвидировать кулачество как класс. Естественно, это приводило к серьезным неудобствам для представителей этого класса, которые иногда кончались смертью, очень даже часто. А потом еще тоже было материалистическое учение, очень хорошее. Называлось оно «Дарвинизм», о борьбе видов за существование. И получилось так, что на стыке 19-20 веков оно было очень популярно. И это они идею экстраполировали вперед. А вы знаете, говорит, мы ведь люди тоже принадлежим к животному миру. Да? Мы атеисты и люди, принадлежащие к животному миру. И мы тоже должны развиваться. И мы тоже есть разные. У кого-то там правильный череп, у кого-то неправильный, кто-то более совершенен, лучше приспособен для жизни. Мы должны победить, мы должны вытеснить, должны захватить жизненное пространство. Да? Узнаете, так сказать, лексику национал-социалистической рабочей партии из Германии? Ну вот. Ну то есть вопрос-то вот каков. Оказывается, под знаменем материалистических учений пролито кровь было, я бы сказал, больше, чем вот в те плачевные времена, когда религиозные войны велись и всякие другие нехорошие события происходили. Так что особенно напирать на жертв религиозных репрессий в борьбе против религии, это, наверное, не особенно стоит. Потому что материализм, под флагом материализма крови было пролито, к сожалению, еще больше. Увы и ах. Ну вот такие дела. Посочувствуем с их жертвам и религиозных репрессий, и материалистических. И доживем, даст Бог, до следующей встречи. Удачи вам, всех благ, до свидания.